Вам слово. Сказали, знаете, что умер Сергей Георгиевич Козлов. Меня просят составить специальный ролик о нем, рассказать. Мы были в очень близких отношениях. Ну как это близкие? Это переписка. Ездили мы там, отец Аким ездил, Виктор Андреевич. Ну, приехали и уехали. А у меня именно переписка была. Какая она переписка? В моем мире такая система, как одноклассники, но она намного лучше. И мне пришлось все оттуда скопировать и перевести в книжный вариант. Это примерно 550 страниц книга. Вообразите такую переписку. Это почти вот такая книга, то что мы с ним переписывались. Это почти 7 лет без одного месяца. 7 лет. Дальше, не считая, что на 180, кажется, страниц, это в скайпе еще мы беседовали. Не считая роликов, которые нами записаны в взаимной беседе. Он как не болеет, он всегда может зайти. Никогда без спроса не занимается. Ну, бывает. Звонит, а я совсем другим занимаюсь делом-то. Приходится тут срочно что-то делать. Он всегда. Жду. И был один момент, недруги, которые против меня воюют, они все на него навалились, на болящую. Ну, люди, потерявшие все уже. Боли его трудно описать. Я немножко так расскажу о нем. Но главное, что они его немного поколебали. И вот тогда следующая беседа была. И давай каяться. Я вот на этих послушал. А кто они такие? Вот здесь вопрос большой. И я вам скажу, что мне нужна помощь. Ваша. Молитвенная. Может быть, со времен революции никого больше так не поносили, как меня. Перешагнули все грани. Священники специально сидят, ничего видными не делают. Троллик за роликом готовят. Было такое, что на Христа говорили, силой князя Бесовского. Дальше не пошли. А эти нет. Именно Вильзевул сам. Я. Было, что так. Силы Бесовская где-то. От сатаны. Но Христа никто не называл ни Вильзевулом, ни сатаной. Не было. Здесь все на меня такими словами. От священника одеты по форме. И он начинает. Вот сейчас слышали, говорил? Услышали? Вы поняли, кто это? А сам одетый вот так, бешеные, это и глаза. Это не, 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 не может сказать. Не с человеком говорили. Это, это Бес. Это, это, это Сатана. А что это такое? А я сразу вспоминаю Исидору Пелосиоте. Предвзятость не дает здравомышления. А злоба вообще отнимает разум. Запомните фразу эту. Предвзятость, он заранее настроенный. Нет здравомышления. А злоба вообще отнимает разум. Другой священник. Так, я один ролик о вас выпустил. Сейчас второй готовлю. И берут с моих материалов. И ни разу, нигде не сказали правду. Одни клеветы. Это надо думать. Если в интернет зайдете, Игнатий Лапкин, то одно, допустим, которое наше, а там 99, которое против. И что только не придумай, даже вообразить невозможно. Откуда, что это? Ну, это награда. Радуйтесь и веселитесь. Я знаю, для меня никакой роли нет в этом. И последнее, когда Сергей Козлов парализованный, уже больной, совсем был больной. У него про бодение 12-перстные кишки, мне сообщили оттуда мать. И перитонит начался. Сдуло животное. Наши люди, это Вячеслав, ездил. Они мне материал скинули. Я уже выставляю кое-что. Его даже вначале называть таким бесноватым, то, что он со мной знает. Он тогда сразу отошел, и глаза открылись у него. Это что делается? Это нельзя даже вообразить. Ну, я понимаю, что положительно то, что на мне задействованы такие силы, допустим, во время войны там танковая бригада, второй фронт, против одного места, где там находился, допустим, Жуков. Я понял, чтобы проломить в это место, как на Курской битве-то, сосредоточение. Так и здесь. В это время они ничего нигде делать не могут. Вот Максимов Георгий там. Максим, кажется, Георгиев или Георгий Максимов, по-моему. Он отвечает на вопросы и спрашивает, а что Лапкин? Но никогда не слышал. Лапкин, он сразу вот так вот, такие бешеные глаза у него. Еретик. Псевдо-православный. В общем-то, не могу сказать. Я не встречался, не знаю. Я такого не видал. Перемена мгновенная. При произнесении моего имени и фамилии, они совершенно теряют человеческий облик. Легион. И вот я хотел кое-что засчитать. Это я уже нашел. Философ один, Вангрибл Уальд. И он говорит, я слышал о тебе столько клевет, он слышал о нем, в ваш адрес, что у меня сложилось несомненное мнение о вас. Вы прекрасный человек. Столько клевет ни на что не бывает. Они обязательно что-то там, дорогу перешел. Теперь я должен сказать о себе, а как я им дорогу где перешел? А это стоит сказать. Вот началась когда перестройка, представьте, а я вы... Ну, меняется строй где-то, а я потеряю где-то, там костер там один. В это время приезжает кто-то, секретарь партии, из горкома, из других областей. А потом мне с кем приезжал, привозил Игонин, а он главный зоотехник был, рядом Кадниковым. Он говорит, в прошлый раз помните были кто? Это КГБ. Из КГБ приезжали там, то другое. На мне, которые были задействованы, они все получили большие звезды. Был майор Беденко. Потом сообщают, стал генерал-майором в охране Ельцина. И спрашивали, какой строй должен быть. Никто не знали, куда шевельнуться-то после социализма-то, коммунизм-то и развалился. А вы знаете, как один рассказывает, мужик, он думал узнать, какой коммунизм будет, как. Подходит, вот так 70 копеек стоила кружка пива. Он спросил, сколько здесь литров в бочке. Ну, женщина сказала, он выложил деньги. Как, всю бочку покупаете, да? Так я не могу куда. Тебе не надо, ты иди гуляй. А вечером, ну, к концу работы подойдешь, пустую бочку возьмешь, деньги и отдал. И сразу скорее давай кричать и говорить, бесплатно даю пиво. Бесплатно! Ну, один подошел, думает, обманок. Выпил, пил. Народ подошел в очередь. Начали толкать друг друга. Драка началась. По ножовщинам. Милиция переехала. Да давай растаскивать. Ну, и главного виновника взяли. Ты-то зачем это устроил? А что устроил? Я сказал бесплатно. И все говорят, да он только говорил. Да ты людей отравил друг на друга. Да вы что, да откуда? Когда же, надо его отпускать домой, тогда вызвал начальник. Говорит, ну, между нами скажи, для чего ты сделал? Знаете, я уже на пенсию скоро пойду. Говорили, будет коммунизм. Каждому по потребности. Я вот хотел узнать, какой же коммунизм будет. На опыте показали. Вот сегодня, сегодня разрешается людям, что, где и как говорить. Интернет позволяет одновременно выходить в разные государства. За мной исчисляется очень много. Они берут такое, вот я открыл это. Вот это лежат главные виновники, оказались в книге. Я был, в отца Наума был, мой крестник, священник. А у него жена, Нино. И я возьми, да и проговорюсь. Говорите, книги все, они написаны в пророческом духе. Я не пророк. Ну, я в пророческом духе. Я не мое это. И она мгновенно от меня отошла и стала, да это вы говорите. Да кто это позволил? И не ее дело, как говорится, бабье-то. А она не может муж ей установить ничего. Они в пророческом духе написаны. Почему? А все-то сказано и сбывается. А сказано не один раз, а сотни раз здесь. И вдруг мне скидывают такой материал. Я не хочу, ну. Вот я еду в дороге, допустим, едем в Португалию. Мы в это время смс про Теиридин сбрасывает. Сегодня чтение Павла читал, а вторая Коринфян. Я более всех потрудился. Я более в гонениях, более там перечисляю где. Я не хочу, но поворачиваю на вас. Он хорошо относится. Это о вас Павел написал. Ну, не знаю, но так Господь сделал-то. Биографию сам человек не может написать. Я не могу сейчас миллион дам скажут, возьмите меня в тюрьму, я там буду проповедовать. Не получится. А вот именно здесь, они считают Москвы до Дальнего Востока, один я только сидел. Больше никого не было. По этой статье. Чтоб столько в то время за мной числилось. И, конечно, они были очень недовольны. И вот нашелся один человек. Вы кто знает? Митар Тарабич, кто такой? Поднимите руку. Серб, это Серб. Серб. Мы знаем. Что он сделал? Он говорил. А его там один священник записывал. И он говорил пророчество международного масштаба. О войнах, какие императоры будут. О простой христианин. Никакой должности, ничего нет. И вот его сейчас вначале кое-что... И у него есть одно пророчество, которое нигде не исполнилось. И что-то людям показалось, что он исполняется именно на мне. Мне его скинули и говорят, он про вас сказал. Я читаю. Сегодня я делаю. В народе, живущем далеко на севере, не южный народ должен быть, появится маленький человек. То есть не профессор. Никто и никак. Появится маленький человек, который станет учить людей любви и сочувствию. Но вокруг него будет много лицемеров. Поэтому ему будет очень тяжело, трудно. Так. Но никто из тех лицемеров и знать не захочет, что этот человек наделен особой благодатью. Но от того человека останутся мудрые книги. И все сказанное в них исполнится позднее. И люди увидят, как... И обвинят себя, как они ошибались. Понятно, что по пунктам разбираюсь. Севера, маленькие книги. Я отвергаю от себя это. Но на сегодняшний день я вижу что-то невероятное творится. Особенно полгода, примерно, назад. Вчера мне скинули еще новые материалы. Священники. А почему патриархия никаких мер с ним не принимает? Все данные, говорит, есть. Никто не может понять, почему патриархия обо мне не вынесет свой вердикт. Ну, предать анафеме там, то другое. Они пишут это, священники туда. Пишут этому, митрополиту. Я говорю, как бы нас не разлучили. А он в Потеряевке был, он вот так руки сделал. Показал. Стучат рогами. Нашего митрополита на меня накравлю идет. А ну, он улыбнулся и все. То есть они ни перед чем не останавливаются. Но что сейчас у них делается, они вспоминают. Даже архиереи, митрополиты. Я каждый год на Пасху писал послание, какое должно быть крещение. Что надо изменить. Писал в Патриарху, в ООН. Кто писал в то время? А зачем вы писали? Я не хотел этого. Как Еремия говорит. Я удерживался, но вот Еремия как разлитый огонь в костях моих. И я продолжал кричать об этом. А сегодня купели начали строить. Вот сделали здесь купель. И ко мне на занятия послали человека. Скажите, нахер, Тихо, нахер. Купель построили. Вы людей привлечите к купели. К купели прийти. Сначала катехизацию дайте им. Чтобы они Христа приняли. Мне открылось. Сергей Козлов в последние дни выставил два ролика. И написано. Чат-рулетка. Опускаюсь в чат-рулетку. Я-то не разобрался. Я подумал, опускается в ад. Я думаю, где же он нашел таких грешников, что уже заранее это в аду. Чат с буквой Т. Ну, попросил тут, чтобы мне Володя помог. И нашли этот ресурс. Не надо регистрироваться, ничего. Только там нашел, где воткнул. И ты сидишь. Дальше. Включаешь. И перед тобой тебя две... Включать и выключать. Две герст-клавиши. Включить. И по одному идет. Ну, секунды на три. Появляются люди. И он увидел у меня, что я сижу с бордой. Он сразу раз перенесел. И он сразу исчезает. Дым. И он исчезает. Замельтешило. А если я ему понравился или заинтересовал, он останавливается. Я кричусь и говорю. Слава Иисусу Христу. Вы хотите что-то больше знать о спасении? О том, что Христос пришел на землю. О благой вести. Что будет суд Божий. И это близко все. Да. Вчера один зашел. Я не мог принять. Я разговариваю. А он еще откуда-то звонит. Я тогда сказал. Подождите. Ему сказал. Вы подождите. Я не знал кто. Оказывается, уверовавший цыган. Я вас столько слыхал. Я столько считал. Ну и вчера мы с ним поговорили. Звайте его Артур. Попросите молиться. Цыганин. И он хочет выйти из этого состояния. А он обратился. Уверовал где-то в секте. В душе ничего у меня нет. А вот тут видят. Вы счастливый человек. А все понимают. Ну, оно написано на человеке. Артур. А мать у него Мария цыганка. Помолиться. Могу ли я со своим народом где-то быть? Я подробно расспросил. В интернете высадится. День через 10 будет. Так. Вы слышали, что сказал этот метард Арабич? Я бы его не знал, если бы мне не прислали их из Сербии и из других мест. А зачем они это прислали? И будет много лесумеров. И будет тяжело. Но придет время, они поймут. Но уже ничего нельзя сделать. Книги лежат. Мало. Этот цыган сразу спросил, когда я могу, как выписать книги ваши? Дальше. Еще один человек находится. И он говорит. Подобно тому, как древнему Израилю посылал судей и пророков, в Библии написано, так же и в церкви своей. Господь находит людей, будет посылать людей с исключительной, благодатной одаренностью, как бы пророков, сильных духом и верою. Вера из большой буквы. Но эти люди не будут обладать никакой властью, а будут выдвигаться известными благодаря своей предприимчивости и духовной силе. Но это предводительство не имеет утвержденного церковью характера. И не является установленной церкви должностью. И не всегда держится в служебных рамках. То есть никак, ничего. И в то же время трудные обстоятельства будут. И люди, которые Господь будет выдвигать, они будут их вести дальше. Как и всякое пророчество, оно есть исключительный исключительный подвиг таких людей. Делом их личной, внутренней и духовной предприимчивости, и ревности о Боге, и церкви Божией. Меня это не отраскидывает. Кто это сказал? Интересно. Митрополит Сергий Строгородский, который никогда в моей семье другом не был. Вот такое вот есть. И теперь, глядя, сколько вот этой хулы идет, проклятие в мой адрес, я понимаю, тут что-то есть. Я и сам себя не знаю. Я просто живу, открыто, у меня ничего не скрывается. и вот так. Но люди на этом останавливаются. Но и Господь находит людей. Сейчас, может быть, будет такое, что книги будут переводить на английский язык. Попытки были, не удалось. Два человека приезжали у меня, здесь были. И нынче вот с этим, который Надежда Александровна давала, Митчел, Стива. Мы переписываемся, и я ему материалы скидываю. Он хотел приехать сюда, у него 14 детей. Я посмотрел, какая у него усадьба, то другое, куда тут ехать-то. Но у него замысел какой-то, что он знать будет русский язык, дети будут знать, и, видимо, среди русскоязычных будут они там проповедовать. Как вот эта рулетка, и там, примерно, из 100 человек 90 мусульмане. И там написано, что на него идут русскоязычные. Я их спрашиваю, а почему вы здесь? Они не могут ответить. Почему здесь? И, раз там ничем не контролируется, ну, правила выставлены какие, чтобы не было, они фотографируются, вот так, чтобы не видно было. Дали там свои органы, нижние показывают, раздетые, ну, то есть, и девчата, и ребята, и каких только нету. И вдруг раз, выходят на нас. Мы маленько промахнулись. Мы не знали, когда меняются кадры, а включенные, выключать не будешь. Мы не знали, как это делать. И поэтому, хороший говорит, между двумя хорошими, действует нехорошее. Они быстро перейдут. Но я даже не видел, что там есть. И там не потребно было. И мне сразу два человека в интернете сообщили, немедленно надо убрать. И нашелся специалист, я вырежу, я говорю, скорее вырезай там, что там есть. Он увидел, совсем нехорошее. И он сделал ролик под правил, я утром его поставил. Вот в этот чат, то, что Сергей Козлов спустился туда, два ролика составил, а его нет. Я теперь понял. Я молюсь, и мне как откровение дается, что мы с самыми близкими друзьями были. Мы со слезами расставались с ним, встречали друг друга, издалека обнимали друг друга. Понимаете, что в переписке целая книга только написана. И я понял, он не успел сделать. Я говорю, Господи, дай мне этот талант, который у него был, ему теперь не нужен, опустить в эту рулетку. Он два ролика составил-то. И разговариваешь, свидетельствуешь людям, которых ты никогда не знал. На один ролик, примерно, это 10 человек. С 10-ю раз беседую, и мы дальше не можем, ну все тогда там, называй свои ресурсы, заходите на наш YouTube, он называется «Во свете Библии», «Открытым оком играть и лапин». Все, ты сразу попадешь. И некоторые прям тут же набирали, заходили. Я встал молиться второй раз в днем. Нет, мысль опять та же самая. Я опять помолился, Господи, дай мне этот талант. И вдруг, мы с Володей стали два ролика в день набирать, утром и вечером. И уже составлено 8 роликов. Они будут на той неделе, через неделю, может поставят только. Новые люди, и какое к ним идет свидетельство. Те, которые желают принимать. Один там покинут, я не знаю, священник или кто-то, один. Как он попал на этот, его видно, и дальше разговорились, он только не отходить. И другой, подождите, я еще вот это хочу сказать, ищущие люди. Для меня, то есть, новая дорога открылась, в том месте, где я никогда не был. И об этом тоже помолите, чтобы талант, который, я просто выражаюсь, талант, которым обладал Сергей, два дня, чтобы этот талант был у меня. Притом, с этими людьми не встретишься, там цифра показывает, мы начинаем только разговаривать, их показывает, стоят пять тысяч человек. На них я никогда не выйду. И они уходят, и ни адреса, ничего нет. А некоторые выходят, а дальше я им даю, куда выходить наши ресурсы, а потом через скайп можем дальше беседовать. То есть, никуда не ездить, я дома, по всему свету сейчас еду. Мне нужна в этом помощь. Относительно Сергея. У него заходят люди, совершенные, как бы, зачем они, они никакого отношения не имеют. Саша, вообще никакого. С ним беседует. С ним многие желали побеседовать. Я решил узнать, сколько у него таких роликов. Разные национальности люди были. Мужчины, женщины там разведенные. И они к нему ищут поддержку парализованного. Он ударился головой о дно. Тридцатилетний. Рост его метр девяносто. Представьте, какой он был. Красавец. И вдруг, ну я разберусь, он говорит, выплывут. Оно оказалось перешиблено уже. Все было. И погрузился на дно. Пять минут, семь минут, мозг отмирает. Я правильно говорю? Считается так. Он, он был там. 20 минут. Ну и когда вытащили мертвый, стоят там друзья, с кем они были. Арбузы в последний раз. Он режет. Вот сфотографировали, он нырнул. Песок, чтобы смыть. Не знал, что жизнь пойдет другая. В это время молодые были там какие-то. Муж с женой, они говорят, ну попробуйте воду-то выкачать, может он вздохнет. И они на колено как-то положили, его начали добить. Никто не знал, что раздробленные семь позвонков, они перерезают ему этот столб нервный. Тело ему уже не подчиняется. Семь часов делает операцию. После этого еще семь часов. После этого еще один раз. Какие он мыки испытал, я не знаю, он оставил огромный пример, чтобы мы не стонали. И помолиться о нем. И вот я посмотрел, у него таких бесед, роликов, ни два, ни три. А это люди с разными вопросами приходят. У него широкий кругозор был. Но видно, как мы встретились, и как он быстро начал меняться. Он иконописец. У него движимый был только вот этот сустав в плече. Здесь вот так вот согнуто. И он на мышке на это двигал и писал иконы. Он один из самых лучших, которые их изуграфы называют. Иконы, которые писали. По всему миру выписывали его иконы. И у него на стене они висят сегодня, видно, которые. Он по 16-18 часов каждый день работал. Он забывал все это. И когда я сказал, что есть люди, которые потерпели что-то, он говорит, они потерпели, родились такими. Они не знают вкуса этой жизни. Им не о чем тосковать. А у него все было открыто. 30 лет было. И 17 лет на вытяжку пролежал. 47 лет. Господь отозвал его. Он оставил очень большой пример. И к нему идут люди. Он беседует. С одним беседует. Один ролик. С другим другой. И сколько таких роликов, я не знал. 450. 450 бесед. Я открываю, какие беседы. Люди издалека приходят. Про меня разговаривали. Открывали много. Про меня вопросы. Совершенно с разных государств. Люди. И все только про меня спрашивают. А он отвечает. Тогда я договорился с ним. Сергей, вот есть человек, который против меня идет. Ты его вызови. И скажи, попробуйте беседовать, я запишу. Но чтобы он не знал, что я тебя просил. И люди по сей день никто не знают, что это сценарий заранее был написан. Он лежит только вот один человек, я знаю, прелюбодеев, бывший член нашей общины. Ну, есть такое слово подлый. Подлость течет просто с него. И он начинает всякие клеветы. Издает ролик и называет ВАЛ на меня. А ты с ним беседует. О чем, Сергей, ты можешь беседовать, не знаешь. У него там своя какой? Убийца. Это все против меня. Я их кое-кого знаю. Убийца, настоящего убившего человека. Это прелюбодей. Всякое злодейство за ними. Да благословит их Господь. Да не воздаст у меня каждый день, молюсь Господи, их безумие в судный день не поменит. Но таких-то людей, легион, наверное, я заблокировал только сейчас больше семи тысяч. Это больше, чем полдивизии. Тысяч, которые хотели бы, чтобы меня не было. Вот у меня телефоны, они везде даются, в каждой книге. Вот сегодня с утра начинает один звонить. Называет меня по имени и отчеству. Вот так и написано. Дальше не знает, что сказать. И бьет в одно место только. Отпустите от себя Володю. Через меня удар Володю. И опять звонит раз десять. Я не отмечаю. Я телефон взял. Если вы ничего не говорите, я знаю, меня не знают. Ко мне кто звонит, даже по стационару, звонишь, сразу говори. Я такая, ты я, Татьяна, хотела тебе сказать то-то-то. Тогда я отвечу. Я не отвечаю. Пусть он лежит. Я его не слушаю даже. Тогда они делают так. Другой телефон, а с этого, допустим, женщина звонит. Что, не отвечает? Тогда он начинает. И дальше богохульство начинается. Сначала по-хорошему. Я хотел. А дальше начинается материться и прочее. Повторяю, семь тысяч. Это пол дивизии сейчас стоит, которая только одно ищет, где меня прихватить. И Бог не отдает. Один начинает пророчествовать. За что убьют Лапкина? Убьют. Уже несколько лет это материал стоит. Если он не изменится, его убьют. Человек, принимавший крещение, потерявит. Человек, за которым когда-то я сказал слово. Убьют. Не убивают. Я занимался детьми у нас вторая строительная и рядом идут поезда грузовые туда и обратно. И там красный свет стоит и здесь. Здесь у них ждут, когда следующий поезд пройдет. И поэтому они стоят прямо возле нас напротив окна. Там рядом бараки. С той стороны через дорогу я. Я в окно все это вижу. Их грабят. Арбузы, что бы ни было. А я с собаками занимался. в уголовном розыске. И однажды ночью я видел, как грабят три или четыре человека. Я с собаками врезался. Заставил вернуть туда холодильники. Там что они вытаскивали еще. Масла много вытащили. Товары какие-то. Я им дал слово. Я вас ничего не скажу. Но чтобы вас больше здесь не было. Они дали слово. Наутро милиции меня уже узнали, что вы вернули товары. Да кто-то и вернули. Кто это был? Говорят, вы знаете. Конечно, знаю. Но сказать не могу. Эти люди уходят отсюда. А я занимаюсь здесь с детьми. Мне сразу записки. Если вы не перестанете трогать наших детей, а я живу рядом с ними, они утром стучат. Открывать не открывать. Кто? Деда, это ты здесь. А вот ты с нами. Я вышел. вот вы с нами беседовали о Боге. Мы хотели еще послушать. И показывают в коридоре ящики с виноградом один на один вот такие стоят. Я говорю, первым делом поезд не ушел. Скорее не сите на место, а потом будет беседовать. Это моя биография. Те, которые нападают, у них ничего нету. Показывают, я печь делаю, показывают там садьбу что-то, пилим деревья, дороги делаем. Те, которые нападают, никто ничего показать не может. Ну что покажет Осипов? Бритый подбородок, гасу, больше ничего нету. И те, которые выступают против, у них ничего нету. Выходит священник и видно, как юродивый. Во рту, как горящая картошка. Слова, ну просто, рта бы не раскрыл. Против, мало того, не выдержит. Второй ролик составляют против вас. То есть, они аж дрожат. Хоть тысячу состав. Не променяют. А я глянусь, а на ком они это говорят. Вот, я еду дорогой, и у нас снимаются, это так. Лаптин уже хороший ролик, он заходит со священником, договаривается, с ним едет специальная съемочная группа. Группа. Это вот это вот аппаратик, в кулак зажать, эта группа. И тогда со священником выходит, его фотографируют. Ну, понимаешь, он никогда не видел, не знает, где-то договаривался бы. Когда договариваются, когда у нас программа, каждую неделю посетить пять городов, или пять районных центров. Пять. Его вообразимое положение. Вот я приезжаю, здравствуйте. А кто директор? Директор тот-то. Так, я такой-то, я должен себя представить. Вызвать доверие к тому, что я привез. Не предупрежденные, ни обо мне не слышали, в Росток-на-Дону, на большой город. Беседуют. Они все собрали, слушают. Тут можно. У одной ребенка здесь, в Смоленске, задавила машина. Девчонка маленькая, на велосипедике выскочила, прямо под машину. И она глаз не отпускает, слушает. Но не везде. Те сказали, вот для нас сегодня праздник, столько книг, у нас такого не было. А в другом месте сразу упирается. А вот тут был у вас разговор священник, а не прихожанщий-то. Священник сказал, даже не пускайте его. А он меня священник в глаза не видел. Мы едем, и уже звонят. Омская библиотека. На архиереи они. Архиереи, близкие с губернатором. И сказали, найдите лапки, верните ему книги. Это на каком уровне все это решается-то? Я приехал, я говорю, заберу. Мы потом, когда утихнет все, мы опять попросим. Теперь, в реестре книг их нет, они экстремистки. Экстремистки? Она останавливается, директор. Михаил Кальмаев говорит, Михаил Михайлович. Нет, директор говорит, нет, это знаете, с местной епархии пришли, она прихожанка, и сказали, книги лапки нам очень нужны для семинарии. Для семинарии, а почему же не отдать-то? И она отдает, а семинария фотографирует, мои книги у них стоят, но считать не дает. Понимаете, сколько здесь, за этим стоит. И поэтому, Андрей Кальмаев говорит, отношение к лапкину было бы другое, если бы он никого не трогал. Я ему указываю, вы запустили все. Я сказал, Христос пришел к Израилю, к погибшим овцам Израиля. Но мы Христа можем обвинить? Не к погибающим, а к погибшим. А погибшие овцы, где они лежат? Скотомогильник называется. У людей кладбище, это скотомогильник. Я говорю, у вас церкви скотомогильник сегодня, люди мертвые, о Христе вообще ничего не знают. Ясно ли? Никак не потерпел. Ладошкой по голове крещения. Крещения нет. Человек вообще ничего не знает. Кто такой Христос? Из крещения. Я говорю, а кто Христос? Ты крестился? Ну, инопланетянин какой-то. Вообще ничего не знает. Говорят, а ты-то зачем креститься? Ну, его в армию берут, так я товарищ его. И попы это знают. Самое злобное, самое такое невежественное, подлое, в одно место, а там еще самое подлое, еще ниже. Это миссионерские отделы. Группа людей получает деньги. Я говорю, вы слепцы. Миссию кто назначил? Христос. Он послал 12. По сколько? По два. Ну, два-то вы умеете считать. Дальше избираете еще 70 апостолов и послал по два. Так, два свидетельства. Дальше. Кирилл и Вифодий приходят. Нигде по-другому не было. Зачем вы куча собрались? Они на меня нападают. Я взял, назвал их кодлые. Кодлые, собаки кучей ходобегают, я вам не нужен. Вот он, я здесь. Чего же меня не брать-то? Ты сказал слово и рот зажал. А я говорю, здесь у меня 38 в бумажном варианте книг и 7 томов еще в электронной версии. Роликов у меня. У него три ролика. У меня три ролика в интернете. У меня 13700. Такого на одного человека нигде в интернете нету. Все стороны жизни есть. И я нигде не скрываю, кто я их, как говорю, открыто. В ООН писал письма. Они меня ну живьем должны взять Божьего сына, глотнуть сегодня. Ничего нету. Вместе с тобой, в первую очередь, порадуйтесь, а потом помолитесь, чтобы было как Богу угодно. Не то, что их вещи было или что-то сделал, но что с ними такое, то ну ясно дело. Неладно. Так. Вопросы ко мне есть? Можно спросить? Можно спросить? Вы под роликом, где прощаются с Сергеем уже у гроба, выставили текст большой. Я вот его почитала. И там, может быть, я неправильно поняла, потому что с Виктором Андреевичем поговорили, он же у Сергея был в гостях. Он говорит, такого быть не может. Там написано, что через 9 лет после вот трагедии, когда Сергей нырнул, он познакомился с женщиной в интернете, Наталья зовут. Так. И они потом обвенчались. Вот это... Это из газеты взято. Я указываю. Это из газеты взято. Это при нем было. Далее он из себя рассказывает. И он не отрицает этого. Я никогда не вхожу в биографию человека. Надо, он скажет. Вы написали? Я дорогой идут, встретился, и он, о, здравствуйте, Днятихичный. Ну а кто? Я не спрашиваю. Начинаю беседовать, вижу, неправославный. Неправославный я уже определил. Но я еще не спрашиваю. Дальше бесед идет. Я вижу в 50, либо Бартист или Мормон. И беседуя дальше, я узнаю. Я не спрашиваю его вере. Деноминация, конфессия. Я говорю, нет этих слов в Библии. Это слово ересь прикрылось двумя словами. Деноминация, конфессия. Я православный. Так и написано. А если говорить, я христианин, это значит еретик сегодня. Это звук, вводящий других в заблуждение. Все еретики подписываются, я христианин. Но ни один не говорит, что он харизмат. Нигде не пишут. Они лают там, ползают, крещат и не может остановиться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот так вот. А была на похоже. Обязательно. У него щетина. Бороды нету, щетина. Дальше. Адзи обязательно говорит и сам под хахат. Я пошел туда хи-хи-хи. Вот она вышла хи-хи-хи. Он не может. Я говорю, можешь не смеяться? Не могу. Изнутри меня что-то выталкивает. А небесновато. Ну небесы. Это люди. Я новые грани вот вижу где сейчас и понимаю. Меня на это Господь избрал. Чтобы испытать это все и другим тогда можно было помочь. Вот сейчас из этого щетая рулетка. Что дальше будет? Но уже фактически восемь роликов. А каждый ролик продолжительностью до пятидесяти минут. Я говорю примерно с десятью человеками. А потом один-другой будет как-либо. это немало. Мы молимся об этом свободе. А что этот молодой молчит? Он говорит, а когда старший что-то знает, молодой должен только молиться и молчать. О! И с мусульманами везде. А другие это ой! Я говорю, что грешники испугались-то, уедали? Ну и дальше беседа идет. Это все будет стоять. Два ролика уже стоит. То есть это новый путь. Еще одна мне стезя открывается и я молюсь к моему брату Сергию. А там правильно говорят, неправильно я ни за счет не вручаю. Я беру из газеты. Там корреспондентка пришла и у него берет интервью. И это стоит ролик. И таких роликов мне надо их все до одного скачать, а скачать это не одна минута, а потом ставить где-то. И по милости Божьей после его смерти я уже скачал 180 роликов. Поэтому лишний раз мне не звонить, не трогать. Я весь там мне надо пока его нету. Это его ресурсы. Их могут закрыть. Просит. Мне надо скорее взять это. А от меня тогда идет очень далеко идет. Там берут люди, копируют. Ну у него там было допустим 3000 подписчиков. У меня 30 тысяч. У него сколько там посетителей было? 100 тысяч. У меня 29 миллионов. Миллионов просмотров. Миллион вы знаете? Тысячи тысяч где-то. И поэтому я его любил, люблю, молюсь и хочу, чтобы его труд, бесценный труд новых людей нашел и привлек. Его сердце привлекало людей своими страданиями. А тут некоторые уже рукой махнули, что он со мной знает. А раз он со мной знает, они его начали клеймить, это подлые их называют. Там и причинственники и все. Подлые, подлые в смысле. Просто развращенные умом. Лежит парализованный. Такие муки терпит. Они начали его гвоздать. Какая же там вера-то? Даже если они так понимают где-то и так-то и как. Тихо, кротко, они убеждать не умеют. Сразу к пластям. У меня ВКонтакте приходит и говорит, сегодня на вас вышло 300 человек, желаю с вами встретиться. А поп узнал, он разбирается в этом деле. Так, ты моя прихожанка, сейчас придешь, открой, нажми, жалуйся. Пять человек. Меня заблокировали на неделю. Опять. Только откроется, я половина людей меня скидывает на мой мир. Я только отвечаю, опять заблокировали. А потом этот священник вышел на меня, стали говорить, я говорю, это я делал, я хаюсь в этом, а я людей подбивал. Это подлые просто. Но это не все. Подлые, самое главное, впереди будет. Я их приглашаю, потеряю, бесплатно им всем книги выслал. Я больше ничего не могу сделать. Это жена больная, я молюсь. Ну, что еще надо-то? И вдруг его на должность ставят там. Миссионерский отдел. Он в один день сбесился, 9 роликов наших с ним, беседы прекрасные. Уберите эти ролики. А там он говорил, ерохиерея у нас такой злой. Еще не так вот сейчас. На мороз меня с ребятишками выкинет. А я каждый день, по сей день молюсь, Господь, дай ему квартиру. Я молюсь каждый день, независимо от... Это не... Вот у меня дом на строителе, когда у Никитина был, я сказал, это я, если дом будет продан, я вот этому человеку отдам. Молодые, квартиры нет. А он от нас ушел и сделал с обрагоном. А мне говорит, он другой, он другой, я тот же самый. И когда дом продали, сколько на риэльтор Надежда Васильевна потратила, я говорю, деньги возьми, остальные отдать. Я даже к ним не прикоснулся. Мое слово должно иметь вес перед Богом. А какая у вас пенсия? Я говорю, на сегодняшний день 8141 рубль 33 копейки. Это 145 долларов в месяц. И как вы живете? Богато живу. Голодным никогда не ложусь. И десяти на плате. Вот и все. Никогда не ропщите. Правители не проклинайте, а молитесь за них. Это я в интернете все говорю. Сергей из меня вот это все вывел. Я столько клевет в ваш адрес выслушал, что у меня теперь неопровержимое мнение сложилось. Вы хороший человек. Еще доказательство в Алтайской правде была огромная статья. У злого человека голуби не водятся. А у меня три голубя и в комнате в голуби живут. Я благодарю Бога за слушателей, хотя их тут уже половина осталась. Аллилуйя. Так что помолитесь и как Бог устроит. На пение. Не забудьте на следующий